Так, только что записал обзор на танцы на льду, так что всем бегом смотреть на бусте. Да, я только начал говорить про то, что Диме надо окрепнуть, он вырос в высоту, а надо теперь вшире, в плане мышц. Чтобы окрепнуть, чтобы это иначе все смотрелось на льду, и он потом спустя там 20-30 секунд падает, уже во второй раз, и случайно задевает Милану. А так Милана порадовала, конечно, тем, как она скользит, прям такой вкусный у нее конек, вот это чувствуешь соприкосновение лезвия со льдом. Так-то замечательно смотрится вместе, просто Диме надо окрепнуть. Тогда и все элементы будут гораздо легче получаться, особенно парные. Будет и хода еще больше, которого им не доставало все это время, и отсюда появится еще и уверенность. А в нынешних кондициях, конечно, будет сложновато. Ну и впервые в этом сезоне более-менее порадовали Арина с Ильей. Ну я так понял, что это танец инопланетян, потому что и костюмы такие необычные, какие-то космические, будто бы другой внеземной цивилизации. И сами движения, все такое пластилиновое, все сгибания вот эти вот непонятные. То есть непонятно было, что происходило, но было довольно интересно. И у Арины, конечно, да, ножки прям такие пластилиновые. Больше-больше надо развивать эту амортизацию, чтобы все это работало мягче, плавнее, более динамично. Ну и поменьше суеты в программе, изначально она будто бы заложена, вот этот привкус. Все какое-то больше торопливое, больше спеша. Не надо никуда спешить. Конфеты ваша Ксения Румянцева не съест, поэтому можно спокойно выполнять танец. Так же быстро, но не торопливо. Это разные вещи. Ну а полный обзор на все прокаты на Бусте. Так что бегом все смотреть там. Субтитры сделал DimaTorzok